Значит так, я в Вильямсдаде сейчас должен начаться квест, я надеюсь, его не будет. Если он начнется, если квест начнется, то я, наверное, буду включать запись заново. Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы, в общем, берем квест, который называется, по-моему, ложный путь, если я не ошибаюсь. То есть, вообще, как бы, почему я начал писать этот квест, я в свое время просто его не прошел. Ну, не знаю, что-то забегался или туда-сюда, но он мне мешает в дальнейшем пройти квест Калиучи. Да, ребят, квест Калиучи уже, в принципе, уже должен выйти, а я все еще здесь. То есть, если я не беру этот квест, то, 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 то все будет очень плачевно. Короче, сейчас я иду в порт Вильямсдата, который на Кюросау, и ко мне должен подбежать мужик и дать квест. Отказываться от квеста тоже глупо, поэтому я решил записать его отдельно. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ну, а если нравятся тебе корсары и тематика корсаров, то обязательно влепи лайк. Пока ты подписываешься на канал и влепишь мне лайк, я, наверное, уже буду высаживаться. Итак, на берег. Выходим на берег, и сейчас внимательно смотрим следующую картину. А это еще что за каракатица? Добрый день, капитан. Треклятые рудники, разрешите представиться? Адам Рейнер. Я человек простой и не люблю пышных предисловий, так что перейду сразу к сути дела. Вы хотите неплохо заработать? Предлагаю вам небольшое дельце, о котором ни я без вас, ни вы без меня обойтись не сможем. Ха, неплохо заработать? Очень интересно. Я готов вас выслушать. Адам. Ха, приятное мне дело с быстромыслящим человеком, капитан. Судило такова. Буквально на днях из одного порта должен выйти галеон с приличным грузом серебра. Корабль пойдет один, без охран... без охраны, короче. Это так вот глупость. Хе-хе. Захватить его плевое дело. Я сообщаю вам, откуда и куда идет корабль. Вы его захватываете, я получаю свою долю. Все просто. И вы, конечно, хотите получить ее наличными прямо сейчас. Я что, похож на мелкого жулика, капитан? Нет. Я поднимусь на борт вашей посудины, и мы вместе пойдем искать добычу. Отсиживаться во время боя в трюме я не стану. Я прошу назначить меня абордажную команду офицером. Время, наконец-то. Умение владеть саблей пистолетом мне не занимает, так что разделю с вами все опасности в пути. Хе-хе. А после того, как захватим галеон, вы выдадите мою долю серебром. И на какую долю добычи вы претендуете? Я не жадный, кап. Моя доля составит столько, сколько влезет в трюме моего старого баркаса. Это примерно 200 мер серебра. По моим сведениям, на галеоне будет не меньше 2000 мер серебра. Так что мне достанется десятая часть. Согласитесь, это справедливо. Так, ну, мне придется соглашаться. Десятая часть добычи за простую информацию? Да я в таверне, нет. Я, пожалуй, соглашусь. Я принимаю ваше предложение. Адам, добро пожаловать на борт. Теперь информация, откуда и куда сроки названия корабля. Галеон называется Эй Фронте. Выходит из Картахины и направляется в колонию Флицбург. Времени у нас немного. Не больше двух-трех недель. Если не отыщем за эти дни, значит проразевали. Тогда не будем терять ни минуты. В путь! Да, ребята, в путь, но я забыл, что я прохожу квас-ключи, и я все пушки из этого корабля повыкидывал. Поэтому я готовлюсь к этому, к абордажу, к бою, к пути, и мы продолжим. У нас попутчики Кэп. Я нашел этот корабль, ребята. Корабль получается на глобальной карте с розовыми парусами. А теперь надо, наверное, его настигать. Субтитры подогнал «Симон» Абордаж, в принципе, он прощепарен и репы. Из-за того, что я перестрелял всю команду, я думаю, труда мне не составит. Все, нормально. Давайте, ребята, дальше. Следующая палуба ввязываться в бой не вижу смысла, потому что они и без меня справятся, ребятки. Так, это судно квестовое. А вдруг какие плюшки есть? Надо глянуть. Плюшек нету, пошли дальше. Итак, бой с капитаном. Какого черта ты напал на мой корабль, мерзавец? Вообще в толк не возьму. Не притворяйся, овечка, капитан. Не стало известно о грузе, который ты вьешь. Он-то мне и нужен. Грузе? Ха-ха! Какой груз ожидал ты здесь увидеть, придурок? У меня пустые трюмы. Что ты сказал канале? А ну, повтори. Повторяю, у меня нет никакого груза. Это галеон военное фуражное судно. И оно отправлялось в Флицбург за продовольствием для солдат и за пушечными ядрами. Ты что-то этим нишнегодяй. У тебя должны быть полны трюмы серебра. Я собираюсь это проверить после того, как мы закончим этот разговор. Я не знаю, кто тебе сказал о серебре, но это все полная чушь. Я проиграл абордаж и сдаюсь. Вот моя шпага. Теперь можешь идти и смотреть трюмы. Очень хорошо. Короче, его убивать не надо. Очень хорошо, что ты проявил благоразумие. Я думаю, смогу получить за тебя выкуп. Денюшки, талисман, луженая глотка, дублон и рецепт талисмана. Я хотел именно быстро успеть взять из сундука. Почему быстро? Объясняю. Катерина Рейдер, вы, вы, вы что делаете с ним? Это еще что за чудо? Откуда вы взялись, милочка? Бедный Джеффри Эрнент, ответьте мне. Вы задумали убить его? Не? Послушай, барышня, если бы я хотел убить, я бы уже это сделал. А так он пока посидит в трюме. Потом, может, я его отпущу или сдам за выкуп. Второй более вероятно. А я тебя попрошу вообще пройти на корабль и не бойся, в обиду не дам и сам не обижу, если будешь вести себя тихо. Да, вот пока вот эта дамочка не успела зайти, надо было срочно прошарить сундуки. Ну что, ребята, вот такой произошел очень странный абордаж. Я не понял, конечно, где моя добыча, где мое серебро-то, наконец? Что за хрень произошла и откуда вообще эта баба непонятная нарисовалась? Надо все выяснить. Ребята, минуточку, сейчас мы будем разбираться. Итак, я использую мысль и слух, вызвать Адама Рейнера. Ботсман, немедленно доставить ко мне Адама Рейнера. Есть, капитан? Вот он, Адам Рейнер. Удача всегда со мной. Вы хотели меня видеть, как? Думаю, для тебя это не было неожиданностью. Где серебро, черт возьми? Где серебро? Я тебя спрашиваю, капитан Галеона заявил, что просто вражное военное судно. Ты обманул меня, Каналия. Капитан, прошу вас, успокойтесь. Я вам сейчас постараюсь все объяснить. Да-да, я уже спокоен. Ты до сих пор не болтаешься на ног Рейлиш, только потому, что я не могу понять мотивов твоего странного поступка. Ты сам отправился за мной на охоту за этим Галеоном, зная, что у него в трюмах нет никакого серебра. Так что ж, изволь объясниться. Я это именно и хочу сделать, Кэп. Да, я действительно обманул вас, но в противном случае я бы никогда не смог убедить вас сделать то, что мне именно нужно, а именно захватить, захватить этот треклятый Галеон. Но обещаю, что в долгу не останусь и сполна расплачусь за вашу помощь. Теперь к сути вопроса, зачем мне это было нужно? Вы нашли на Галеоне женщину? Я видел, как ваши матросы отвели ее на ваше судно. Хм, так тебе что, нужна была эта девка? И ты за этим заставил меня устроить морское сражение и перебит кучу народа? Это моя жена, Катерина Рейнер. Она сбежала от меня три месяца назад с этим капитанишкой. Он приложил все усилия, чтобы разыскать их и нашел. Они отправлялись вдвоем в Флитбург. Более удобно в случае одновременно и вернуть Катерину, и расквитаться с поддумным похитителем чужих жен трудно было и представить. Если бы я сказал вам правду, вы бы плюнули мне в глаза, развернулись и ушли. Какое вам дело до моих семейных проблем? А представив Галеон в виде богатой добычи, у меня был шанс, что вы согласитесь. Хе, значит жена сбежала от вас? А вот интересно, ну ты и мужик. Это моя законная жена, и я люблю ее, и никто кроме меня не имеет права быть с ней. Это, этот прохвост навешал ей лапши на уши, напил красивых сказок про романтику и прочее, пока я был на д... в отъезде. А вы разве не знаете этих женщин? Поверила ему глупышка, я сбежала с ним в море. Ну блин, она дура у тебя, нахрена ты за ней носишься, придурок. Ладно, оставим это, мне действительно нет никакого дела до вашей семейной жизни. Разбирайтесь со своей женой сами. Но вы говорили мне там о какой-то компенсации моих убытков, мне ничего не послышалось. А вы не ослышались, капитан, услуга за услугу, денег у меня нет, но если вы отвезете меня с Катериной Эвбелленвельт, я сообщу вам на этот раз совершенно достоверную информацию, где можно без малейшего туда разжиться, золотишком. Очень интересно, а почему вот я вот должен мне выдать вот эту именно достоверную информацию прямо сейчас? Потому что я... Потому что я ей еще не располагаю. Позвольте объяснить подробно. Один джентльмен удачи по имени Косой Сопли, не слыхали о таком? За день до нашего с вами отплытия отправился с отрядом из Блювельта вглубь континента, чтобы хорошенько пощипать золотые рудники. У берегов Мэйна его должно было встретить судно, когда он будет возвращаться с добычей, но по определенным причинам это не произойдет, и Косой Сопли будет вынужден пешком отправиться в Блювельт. Или Белис, не знаю, куда ближе за кораблем, чтобы погрузить награбленное. Естественно, золото он через джунгли не потащит и спряжет в какой-нибудь бухте и поставит небольшую охрану. У него в отряде есть мой человек, он будет ждать меня в городе Блювельт. Как только мы бросим якорь в Порту, он сообщит мне, в какой бухте Косой Сопли спрятал награбленное добро. Вы пойдете туда и без труда вырежете его бандитов и заберете свое золото. А я сам собирался сделать это, но учитывая обстоятельства, полностью отдаю это дело вам. И даже не прошу себе Непеса. Что-то наша история попахивает очередным галлеоном серебром. Один раз вы меня уже обманули, где гарантии, что именно сейчас не лжете? Я даю вам честное слово, больше у меня нет никаких гарантий, но вы можете мне верить. Клянусь, треклятые рудники. Ладно, ступай, я подумаю над тем, что ты мне сказал. Не затягивайте, капитан, Косой Сопли в конце концов вернется за своим добром. Как вы понимаете, по моим расчетам у вас не больше двух недель, чтобы добраться до Блювельта. Я учту это, а теперь отправляйся в кубик к матросам. До прибытия на место я думаю, что вам с вашей женой лучше побыть раздельно. А то мало ли что, ведь я тебя больше не задерживаю. Хм, верить этому проходинцу дело неблагодарное, хотя его история похожа на правду. Быть может, на этот раз не врет, но, пожалуй, побеседую-ка я с его бабой. Ботсман, приведи меня сюда захваченную в плен бабу. Есть, капитан. Ботсман у меня эркюль, ребят, для тех, кто еще пока не в теме. Катерина Рейнер. Что вы от меня хотите? Где Джеффри, Эрнет? Выкуп. Вам нужен выкуп? Так, милочка, давай прекратим этот поток бессмысленных вопросов. Я не для того тебя позвал сюда, чтобы один факт, который тебе, безусловно, будет интересен. Какой еще факт? Что вы, наверное, сделаете с нами? Зачем вы захватили наше судно? Эээ, дура, ты на моем судне сейчас, я твое судно потопил. Ты даешь мне, в конце концов, слово сказать, или мне приказать Ботсману заткнуть тебе рот кляпу? Эркюль, где кляп? Молчишь? Замечательно, выслушай же меня, наконец. Я совершил нападение на это судно, потому что у меня были сведения, что оно везет огромный груз серебра. И сведения я тебя получил от Адама Рейнера. Что, что, Адам? Где он? Неужели здесь? Вижу, это тебе знакомо, Катерина. Как видишь, я уже про тебя все знаю. Как я понимаю, Адам Рейнер действительно твой муж. Да, действительно, я жена этого изверга. И недавно полагала, что с этим кошмаром уже покончено навсегда. Что он... Так это он вас нанял, чтобы захватить меня. В общем, получилось именно так. Адам солгал мне о Грузии Сибирра, чтобы захватить галеон, вот этот, на котором ты плыла, с очевидной целью вернуть тебя. Четверть часа назад он дал мне полный отчет о своих действиях. И что же он сказал? Он хочет, чтобы ты, его законная жена, вернулась к нему. В качестве компенсации за то, что ввел меня в заблуждение, он обеспечит мне информацию о золоте косового сопли. Мне только нужно доставить вас обоих в Блювельд. Нет, нет, не хочу возвращаться к этому мерзавцу. Я приложил столько сил, чтобы сбежать от него и замести следы. Но он все равно меня нашел. Негодяй, бандит, вор проклятый. Тише, тише, Катерина, успокойся. Он ведь все-таки твой муж. И он сказал, что любит тебя. Мой муж? Вы знаете, кто он, мой муж? Он бывший заключенный, каторжник и нынче самый жестокий бандит Вильямсдата. Он низкая и грубая животная. А я для него ничего, не больше, чем просто подстилка. Ну, блин, ты и для того капитана подстилка так-то, если уж мозгами-то раскинуть. Либо с тем, либо с тем, блин, шлюха какая-то, реально. Катерина, неужели ты не видела всего этого, когда выходил за него замуж? Поначалу он был другим, а его прошлое казалось мне тогда очень романтичным. Но потом все изменилось, и я и не хочу его теперь даже видеть. Не то чтобы с ним, понимаете, не хочу. Особенно после того, как он организовал нападение на Галлион. И что же ты теперь прикажешь с тобой делать, милая барышня? Джеффри Эрнет, капитан Галлиона, вы пленили его. Поговорите с ним, прошу вас. Он же что-нибудь предложит вам за нашу жизнь и свободу. Он придумает. Я не хочу вернуться к Адаму. Для меня теперь Джеффри Эрнет муж. Умоляю вас, не отдавайте меня Адаму, этому чудовищу. Ха, интересно, и что же может мне предложить твой пленник? Выкуп за него я могу получить власти, и золотишка косого сопля мне тоже достанется. Золото косого сопля? Вы верите Адаму и этому прохвосту? Да, он обманывает вас, как обманулся этим серебром. Как обманывал всю нашу совместную жизнь. Джентльмин, он не сожжет и не изменит слову. Ребят, тут, короче, идет несколько сюжетных линий. Я выбираю ту сюжетную линию, которая мне будет интересна. Но кому интересна другая, пожалуйста, переигрывайте. Но я ее записывать не буду. Поэтому, ребята, простите, играю в одну линию. Тут, короче, не убедил это меня, мне о чем с тобой говорить. Я ей не верю, и получается, я играю за того чувака, который меня нанял и обманул. Сказать честно, я думаю, что у меня нет к нему доверия, по идее, как есть. Но он же нас кинул, по идее. Но я уже, получается, буду говорить с пленным. Я его специально не убил, чтобы был сюжет для развития. Но, ребята, вы меня сейчас закидаете какашками, наверное, заставите дизлайков. Но я принял решение, что я буду проходить. Именно если уж меня какой-то чел нанял, пусть и наколол меня, хоть я это очень сильно не приветствую. Но дело надо довершить до конца. Давайте посмотрим, какой там кассой сопли нам что-то пообещал. Поэтому не убедил это меня, барышня, мне нечем с тобой говорить своим капитаном. За него я получу выкуп от Адама золото сопли. А если Адам меня обманет, разрешу уходить на краю света. И он пожалеет, что появился на свет. То есть, ребят, если вы поняли, я решил как? Я не собираюсь какую-то вшивую бабу выслушивать, которая ведет себя как подстилка. То с одним, то с другим, видеть, или муж не понравился. Тебя никто не просил за него выходить. Тебя спрашивали, будешь моей женой? Буду, все, значит тебя он устраивает. Не устраивает? Разводись, блин. Ты разведена? Нет. По сюжету не разведена. Почему я должен помогать каким-то любовникам и каким-то бледям, извиняюсь за выражение. Поэтому жена, я считаю, должна остаться с законным мужем. Хоть этот любовник, не любовник, там еще странный любовный треугольник. Короче, убивать просто так мужика я не собираюсь, короче. Но виновата во всем баба. Все проблемы, ребята, всего лишь из-за баб. Все, короче, я уже распсиховался, меня все бесит. Плывем в Блювельд. Ну что, ребята, я приплыл к Блювельду. Корабль разбит почти в щепки. Но мы будем, наверное, уже доплывать. Итак, порт, пожалуйста, мы причаливаем. Долго, правда, что-то причаливаем. А вот ко мне бежит тот чувак. Удача всегда со мной. Благодарю вас, Кэп, что помогли мне вернуть мою жену. Адам Рейнер у вас в долгу. И он этого не забудет. Ха-ха, клянусь. Ха-ха, ты, клятые родники. Теперь, о, косун сопли. Мой человек уже все сообщил мне. Сопли оставил награбленное золото в гроте залива Сан-Хуан-дель-Норте. Под охраной своих головорезов. Я сам отправился за кораблем в Блювельд. Блин, офигеть, залив, я такой не помню. Вам следует поторопиться, у вас в запасе не больше пяти дней. По расчетам моего товарища, возьмите с собой людей на высадку. Бандиты, сопли, отчаянные ребята. А так просто своего не отдадут. Но проблем все равно не будет. Я видел, как вы лихо справились с Галеоном. А теперь нам пора проститься. Спасибо еще раз. Удачика. И тебе удача, Адам, не обижай, жену. А ты шалава, понятно? Итак, я приплыл, короче, в этот залив, который называется, хрен пойми как, залив Сан-Хуан-дель-Норте. Господи, язык аж сломаешь. Итак, надо, я как понял, причаливать. Мне сказали, где-то в гроте. В гроте находится данное сокровище. Где грот, хрен его знает. Будем искать. Эх, ну наконец-то уже достали ждать. Всех москиты изгрызли проклятые. Постой, а где сопли? Что-то не понял. Сопли не будет, я за него. Так что вы или сами отдадите золото, или останетесь здесь на корм чайкам. Ну что, мы еще посмотрим, кто кого. Ребята, на помощь к бою. Вот теперь вам точно конец, шакалье. Итак, круговой. Ну что, кто кого. Ха-ха-ха, нормально. Так, новая запись в своем журнале. Ну и жаркая была схватка, бандиты сопли полностью уничтожены. Добыча казалось столько, что мне потребуется несколько рейсов, чтобы перенести на корабль. Да где добыча-то, елы-палы, я ее не видел. Итак, ребят, когда входим в пещеру, вот сюда, долго искал клад, а он находится вот примерно вот в этом сейфе. Итак, тут до хрена, что? Надо ребятам отдать. Редактор субтитров А.Семкин Едва я взошел на борт своего судна, как из-за мыса появился корабль. Косой сопли спешил за своей добычей. Ну что же, теперь он сам станет добычей для крабов. Вот что осталось от косого сопли, ребята. Он просто тонет. Я его корабль затопил. Ну что, я думаю, надо, в принципе, вот эти металлы, вот эту добычу всю перетаскать на корабль и дальше продолжить. Ну что, ребята, я, в принципе, расправился с этим сопли. Я перетащил все, получается, ресурсы, которые были в сундуке, но некий клад. По идее, как я понял, меня этот мужик не наколол, который наколол меня с Галеоном. А его жена осталась при нем. Ну, примерно такую логическую цепочку я решил и оставить. Ну что, ребят, я должен сказать, что я заканчиваю эту серию прохождения квеста «Ложный след». Его я лишь прихожу лишь только из-за того, что он мне мешает пройти квест Калиучи. Ну, Калиучи вы, наверное, уже видали. Я надеюсь, он раньше выйдет. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и обязательно ставьте лайки, ребята. Лайки, пожалуйста, милости просим, они очень нужны. А мы с вами встретимся в следующей серии Корсаров. До скорых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok